Предполагаем, что это будет самый мощный филармонический комплекс. Два года назад сдали органный зал на 500 мест. В этом году работаем над реконструкцией Большого зала филармонии на 777 мест. Это будет один из самых лучших залов в Украине. Плюс камерный зал и в целом комплекс сможет вмещать около полторы тысячи людей одновременно. Есть финансирование из государственного бюджета, из областного бюджета. Строительные работы идут максимальным темпом. Важно, что это не просто строительный, а культурно-исторический объект. На этой сцене и в этом зале выступали Шаляпин, были со своими премьерами и концертами Чайковский, Рахманином, Хачатурян. Поэтому сделаем все, чтобы уже в начале следующего года харьковчане услышали долгожданный концерт в долгожданной филармонии. Иногда бывает, что ничего лучше, чем того, что было раньше, придумывать не надо. Давно уже все придумано. И эта сцена будет соответствовать сценам всех старых театров, всех старых залов, которые есть в любой столице европейской. То есть в этом смысле мы теперь тоже будем там. И все абсолютно делается по современным технологиям, несмотря на то, что размеры, и все соблюдено. И остается все старым, но пол сделан правильно, брусьями уложен специальными. Специально там их как-то клеют. На сцене уже вы видите штанкеты, которые будут поднимать, опускать декорации, которые будут держать кулисы. Уже, я думаю, недалек тот час, когда мы увидим, как будут прикреплять занавес сцену. Потом украсят артисты, а публика будет находиться здесь, артисты будут любоваться залом. Человек, приходящий в филармонию, он должен получить полный спектр музыкальных услуг. Поэтому здесь можно будет и послушать спектакли, здесь посмотреть можно будет и балет, и оперу, и любой концерт. Послушать здесь звезд мирового уровня, абсолютно во всех жанрах. Здесь можно будет слушать джаз, здесь можно будет посмотреть любой спектакль. Здесь, благодаря тому, что яма поднимается, опускается, мы можем видеть оркестр впереди, который сидит на яме. Таким образом увеличивается еще сцена. Или наоборот, если яма закрывается, то мы имеем возможность увеличить зал, и таким образом увеличить количество людей, которые могут это все посмотреть и послушать. Так что, ну, я счастлив от того, что это все сбывается. И мы, харьковчане, молодцы, у нас действительно слово не расходится с делом. И мы воочию видим, как все меняется на глазах. Сегодня уже совершенно ощущаешь эти размеры, ощущаешь, какой он будет, красоту эту всю, и понимаешь, где будет сидеть публика. Вот, пожалуйста, вам ложи, вот балкон. Так что, вот старый зал, в котором мы работали, его воссоздали, по крайней мере, ну, внешние его размеры, колонны появились. Мы видим уже очертания вестибюльной группы, мы понимаем, какого размера будет уже вестибюль, филармонии, куда мы все будем заходить. Кто пойдет налево, тот пойдет в старый зал, кто пойдет направо, тот пойдет в органный зал, можно подняться, будет и в камерный зал. Так что, конечно, я очень рад, и мы молодцы. У нас идет строительство двух пусковых комплексов. Первый пусковый комплекс в 2016 году сдан, сейчас мы занимаемся вторым пусковым комплексом. Это, в принципе, он не делится уже ни на какие этапы. Поэтому идут по всем фронтам работы второго пускового комплекса. Они, можно их разделить условно на два этапа. Это большой зал, в котором мы сейчас находимся, на 777 мест, с трансформируемой оркестровой ямой. И за этой стеной, за кулуарами, находится главный вестибюль. Там идут еще строительные монтажные работы по каркасу здания. В данный момент идет монтаж кровли. Что касается большого зала, то мы уже видим здесь полностью готов потолок. Идет окраска золотом, идет выкраска балкона второго этажа. Монтаж сцены закончен полностью. Оркестровая яма находится в финишной отделке. Здесь уже ведутся работы по укладке паркета. Фанера уже готова. И мы видели уже образцы макеты кресел, которые будут здесь находиться. Это основные работы. Далее, когда будет смонтирован здесь паркет, не будет уже никаких пыльных работ. Мы будем опускаться по покраске золотом и финишной покраске этого зала. И параллельно же идут работы по всем фронтам. Это музей, который находится в подвале. Музей, основной, который находится на втором этаже в кассовом зале. Кассовый зал полностью готов по лепнине. И со следующей недели уже поступают первые элементы по лепнине. Вот приблизительно такая, как здесь, будет в историческом зале фойе. Они начнутся со следующей недели. Это приблизительно 30% от объема этого большого зала.